друзья всем здравствуйте сегодня среда и конечно же наша рубрика лайфхак по средам ну а с вами школа вязания лоррейн и сегодня мы будем разбирать как сделать вот такой подгиб это изнаночный подгиб практически все из вас умеют делать лицевой подгиб ну там где на подгиб идут лицевые петли а мы будем работать сегодня с изнаночным подгибом набор петель объем устанавливаем плотность на единицу меньше расчетной провязываем нужное количество рядов для подгиба например в моем случае это 8 для этого способа будет удобнее если вы используете грузы на всю ширину рабочего полотна если для лицевого подгиба нам нужно для сгиба увеличить значение плотности то здесь мы его уменьшаем и не просто уменьшаем уменьшаем до ноля выдвигаем иглы в переднее положение и провязываем какие-то петли плохо провязаны абсолютно ничего страшного дотяните петли вручную и обязательно снова выдвиньте иглы в переднее положение увеличьте плотность до расчетной провяжите снова такое же количество рядов как вязали в моем случае 8 удобнее всего это делать когда работа находится на передней иголе фактически мы уже получили сгиб который загибается на противоположную сторону тогда как когда мы увеличиваем значение плотности мы получаем обычно вот такой погиб и все что нужно сделать это соединить самый быстрый и удобный способ это сделать при помощи гартер бара или многоигольных декеров такие многоигольные декера можно приобрести в магазине катя егоровой но те у кого есть гартер бар это можно сделать при помощи гартер бара используем быстрый способ снимаем на многоигольный декер в моем случае крете груза нужны именно для этого чтобы просто удобнее снять возвращаем иглы на свое место и одним движением отбрасываем листочки и начинаем начиная с первой петли соответствующие полу петли надевать на иглы декера и остается вернуть петли на те же иглы расположите многоигольный декер под углом просто удерживаете его четко на иглах и у вуаля красивый погиб готов можно продолжить вязание что ж посмотрите мы получили красивый очень четкий погиб я уверена что вам поможет этот лайфхак в оформлении ваших изделий когда вы хотите связать изнаночной гладью но не знаете как оформить низ не забудьте поставить лайк этому видео написать комментарий и не забудьте обязательно подписаться на наш инстаграм и youtube у нас много интересного и с наступающим вас нового года